Здравствуйте, с вами влог «Ничего святого» с Сергеем Понярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. И как сказал наш великий украинский философ, мирового уровня боксер, мэр города Киева, гениальный автор и блистательный исполнитель собственных шуток, который войдет в аналы актерского мастерства и глубины философской мысли, Виталий Кличко, надо готовиться к земле. Итак, Путину, его режиму и расшизму надо готовиться к земле, ну, к гаге, к репарациям, а киевляне готовятся к земле. Ну, я понимаю, не только киевляне. Был сегодня в гостях у одного своего очень небедного знакомого, так он всех своих каких-то родственников, сотрудников с офисов, он их пораспихивал по каким-то, там, на всякий случай, там есть там точки, там загородные дома, какой-то старый профилакторий, они туда что-то поставили, он говорит, если что, все туда, там какая-то кухня. Его родственники там в одной из его квартир, просто пустующей, поставили в комнатах просто палатки, просто посреди комнаты, нанесли туда кучу воды и говорят, ну, если вдруг реально будет коллапс, то мы до весны как-нибудь дотянем. Те, кто прошли 90-е, друзья мои, они, честно говоря, переживут блэкаут, они переживут холодную зиму, они передадут свой бесценный постсоветский опыт, но в совок не вернутся никогда. То, что с нами делает агрессор, это перечеркивает даже мысль о том, что мы погрузимся в эту совково-ретроградную пророссийскую амнезию, и каждый удар по Киеву, в конце концов, обернется руинами в их путинском мордоре. Ребята, бьют они по Киеву, а разруха обязательно доберется до Москвы. Горизонтальные связи – это то, что всегда нас выручало, и то, что никогда не даст никакому врагу шансов. Вы помните все наши Майданы? Когда все за одного и один за всех, когда рестораторы закрывали торговые залы и их кухни работали для того, чтобы накормить майдановцев. Это было в 2005-м, в 2004-м, это было в 2013-м, в 2014-м году. Я опять был в гостях у тоже небедных моих знакомых, и вот эти двое ведут между собой диалог, что делать. Он говорит, так а что мы будем делать? Говорит, Саша, мы будем делать то, что мы делаем 26-го, 25-го числа. Говорит, мы в своих площадях торговых, которые они сдают в аренду, они пооткрывали пункты раздачи теплого чая, одежды, купили какие-то одеяла. Говорит, ну мы же после 24-го февраля не уехали за границу, причем ни один, ни второй не уехал, который участвует в диалоге. Мы же с тобой не ждали команду откуда-то сверху, чего нам делать. То есть команда нам не нужна. Ребята, те, кто обстреливают нас ракетами, они не понимают эту важную вещь. Нам не нужна команда. Нам организация сверху, конечно, никогда не мешает, если она есть. Но если где-то организация сверху провтыкала, мы не можем, как это умеют россияне, жить с покосившейся калиткой, с разваленным забором, с непобеленной хатой, вот эти вот руины, понимаете, вот когда к ним приходит корреспондент, а вот эти вот сахбенные российские страшные тетки показывают, поясняют, вот у нас уже восьмой год, вот здесь щель в дом, отсюда дует ветер, а вот здесь у нас такого не бывает. У нас, если есть щель, из которой дует ветер, украинец берет вот что-нибудь, что эту щель затыкает. Он ее запенит, там приклеит, что-то сделает. То есть ходить в сортир во дворе у нас уже давно не принято. Жаловаться и ничего не делать у нас не принято. Когда у тебя проблема ждать решения сверху, у нас не принято. Поэтому мы европейцы, поэтому украинцы не русские. Поэтому учиться нам надо совершенствоваться до европейского уровня именно в этой области, в области помочь самим себе, самоорганизоваться, помочь друг другу. И я вижу, что вот эти горизонтальные связи сейчас заработали с полной силой. И я вот просто присутствую вот в этих разговорах, в этом общении. И я вижу, как вот этот человек, вот этому человеку, там сейчас Старлинг везет. Он его там есть возможность привезти из стран Балтии. Он взял себе один, соседу один, еще сейчас везет два. То есть у нас их можно купить там по, условно, тысяче долларов, или там 700 долларов. А он оттуда везет там по 380. И вот это взаимовыручка. А второй имеет возможность, он там купил на предприятии, там генератор, несколько тонн топлива. И он там при мне по телефону, с кем-то говорит, слышишь, говорит, мои, говорит, пацаны, тебе просто раз такая проблема, тебе привезут на неделе бочку 200 литров солярки, просто бочку тебе привезут, поставят, чтобы у тебя этой проблемы не было. Вот эту твою проблему мы тебе решим. И вот это вот решение, вот на уровне людей без участия власти, это не снимает ответственность власти, которая должна организовывать это на макроуровне. Но когда они попытались, эти расисты и путинисты, попытались обмануть себя, что мы будем жаловаться, что мы здесь будем страдать, что мы потребуем у власти. Ребята, вы оглянитесь, пожалуйста, и поймите, что американцы во время войны во Вьетнаме вышли на улицы и требовали у власти, чтобы она войну прекратила. Русские не вышли, когда русская армия зашла в Афганистан, и не требовали, не было массовых протестов против войны в Афганистане, против войны в Чечне, против войны в Грузии, против войны в Украине, то есть если русские этого не могут, не умеют органически, то это не значит, что мы на них похожи, мы другие. Мы прекрасно понимаем, что когда враг напал на нашу землю, то, естественно, ненависть у нас будет к врагу. Это только укрепляет нашу злость и решительность. Непонимание Кремлем, что у нас отработаны вот эти горизонтальные связи и тотальная взаимовыручка, они поэтому и проиграют очень быстро, я надеюсь, что очень быстро. И разгром их будет полным и окончательным, все виновные понесут наказание, репарации будут выплачены, а Путин станет, ну, вы знаете, достойным заменителем самого большого негодяя и подонка изверга планеты. То есть Путин уже подвинул Гитлера, фактически, в мировом сознании на непочетное второе место. Сегодня главный негодяй планеты Путин демонстрирует свою старческую маразматическую глупость вместе с своим окружением и полное непонимание, с кем он связался. Не забывайте, друзья, подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, раскидывайте в соцсетях, а победа будет за нами, потому что я каждый день вижу на практике, что за каждым из нас обязательно не сожревеет.